Мы уже на площади! Меня на полгода начали лишать прав У водички всегда классно Несу эти огурцы куда не надо И все будет хорошо Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэмус Мэн сегодня у нас в воскресенье Девятое число Девятое августа Месье Августа сказал, что сегодня Девятое число и мы собираемся Сдриснуть из дома сразу Прям быстро сейчас днем Пока солнце, пока пекло Мы такого не делали еще Нет, мы делали, но как-то по делам А тут мы просто хотим погулять пойти Просто поехать погулять в самое пекло Есть кепка Есть кепка невидимка Одна на двоих Не знаю на каких двоих Она вон на голове на моей, а не на двоих Короче, поехали Я пошел Нет Жарища-то какая Печет Ништяк Ребята, мы никак не можем влиться в ритм выкладки влогов Потому что йота мазафака Но не сама йота Йота не виновата, а виновата вышка На которую как бы идет сигнал Потому что влоги выкладываются минут по 200 А то и потом Уснул чувак Недавно, пока мы ехали, показывала 9000 Да, 9000 минут Как бы нормально Ну вот сейчас, собственно говоря, мы делаем выкладку И сколько сейчас показывают? Мы уже в центре 300 минут Ну, понимаете, да, что тяжкое Тяжкое Так А вообще обычно выкладывается по 200 минут Да, ну 180-200 минут где-то вот каждый день Поэтому и выходит поздно Потому что пока поставил Пока я там работаю Потом превьюшку сделать Потом все это оформить, аннотацию и всякое такое С учетом того, что я с утра монтирую Например, если с вечера, то там может быть пораньше выйти А еще у нас сегодня какое-то время йота не работает А, прикиньте, просто отключилось Мы думали, что все, сгорело Ну, со временем Да, уже взяли у папы ее Потому что у папы тоже есть И вот так У него загорелось Там просто сейчас какой-то ветрюган жесткий уже Второй, да, или третий Да, четвертый, наверное И мы думали, может быть, что-то с вышкой вообще случилось А потом я эту свою включаю, она заработала Ну, может, перегрелось Может, перегрелось Ну, сейчас, в общем, работает, скидывает Вот такие дела Так что, ребят, пока вот в таком, блин, каком-то безобразном режиме Будем выкладывать Ну, в любом случае, каждый день, но вот с большими какими-то запозданиями К сожалению От нас тут ничего не зависит Ну, других вариантов у нас вообще нет Мы, в общем, едем в городской сад Он так не нравится Да? А почему парк имени Горького? Не знаю Не знаю, я бы тоже ничего не поняла В интернете я нашла и так, и так название Где? Да А я и думаю, что-то прям совсем как в Москве, блин В Москве Вон Едем по улице Седина Да, по нашей любимой улице И он, оказывается, так близко находится там, где мы обычно машину паркуем Но мы же там же припаркуем, необычно Куства влачных Да А-а-а! Мне вообще никак нельзя На красной Вообще нельзя А то только я буду за рулем ездить Да, меня на полгода Иначе лишат прав Да Ницитого случая Подстрижка за 2 700 вышла Вот Так вот Сними туда улочہ Смотри, какая красивая Ммм... Солнечную погоду Днем здесь клево, конечно Красиво смотреть И вот так вот, выходные, смотрите, машин-то нету, блин, знака нету, остановка запрещена и машин нету. Вот это вообще просто чудеса какие-то. Не то, что на выходные. Да, выходные здесь просто адский ад, физкультурный, кстати. Мы проехали, да, пять церковь, получается? А, походу да, либо она была еще раньше. Да. Мы приехали на наше место, любимое, напротив вот этого дома, пятиэтажного, напротив адвокатской конторы. И, собственно говоря, едем теперь в этот сквер, парк. Парк или сквер? Городской сад. Сад вообще? Зад, доктор в зад. Вот, будем испытывать подкрученные колеса у меня, и не знаю, что думать над Алискиным самокатом. Погнали? Да. Давай, гони. Человек-невидимка. Мы уже на площади, на площади около библиотеки имени Пушкина. Ребята что-то снимать тут собираются забавно. Такой ветер в семье, что воду так вздувает. Да, круто. Рядом кайфуешь. Мы сейчас только что оттуда мокрые. И даже камера мокрая. Девчонки вон, вообще мокрущие. Да. Ну вот мы, собственно говоря, я так понимаю, уже в этом саду? Да. Верно? Здесь имеется огромное колесо обозрения. В детстве называемое чертово колесо. В кабинке такие же кабины, клевые. Здесь они все разноцветные, а в Новосибе золотые. Да. Какое-то красивое здание здесь еще рядом. Ну и мы, собственно говоря, вглубь, вглубь вот этих вот старых деревьев, которые просто делают офигенскую тень, я так полагаю. Погнали. Очередной фонтан. Фонтаны здесь вообще просто в профиците. Фонтанов куча. Да. Все. Сели. Опа, вот так. Танцевать будем? Погнали танцевать. Кайфово тут. Смотрите, как можно просто забатониться прям на газончик в тенечке. И помимо того большого фонтана, вон и там... Тихо. Да ты почти не случилось. Вот там фонтан. Вот фонтан. Вон фонтан. Там еще один. Я так полагаю, что с той стороны, наверное, симметрично. Да. Типа смотровая беседочка. Типа, как там королевская... Слушай, ну да, наверное, царская какая-нибудь была, но царская. Прикольно. Короче, мы ищем какой-то прудик. Он прямо сюда. Я думаю, что он туда. Да, да, да. Ну вот, наверное. Мне сейчас напоминает Екатеринбург, помнишь? Пруд. Да, да, да. И мы там вверх поднимались, да, где утки были, но не там, где дамба. О, плотинка точнее. Блин, клево, клево. Здесь красиво. Можно вот там еще прокатиться потом. А может и нет. Короче, вниз. Ну, новое место, ребят, новое место. Сегодня воскресенье, 9 августа. Новое место, получайте. Культурный четверг просрали, культурную пятницу просрали. Получайте культурное воскресенье. Мне нравится, мне нравится. А туда можно? Можно, полюбасу. Купаться там. Ну, там люди, давай вот там вот, где-нибудь. Не будем мешать, да, никому. Вот тут прям плакучие ивы. Зависли прям над водичкой. Что-то меня давишь на целый день. Ой, ой. Я смотрю, какая лужайка заль, клевая. И деревья, да, деревья, конечно, пипец. Огромные, блин. Можно прям подлично подойти. Ну. И вот так вот трон просто кинуть на БРРП и не туда. Нет, слушай, здесь там, наверное, походу. Что-то клево валяется. Ну, какие-нибудь уточки, может, имеются, но... А он, кстати, круглый. А внутри-то, вот он. И голуби здесь вот так, потому что сидят там шары. Вот так, как я. О, голубь. Здорово, Брлубь. Ну, как твои дела, рассказывай. Жарко. Как семья. Гуля, 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 гуля. У водички всегда классно. Какая погода не была бы, какое время года, у водички клево. Согласись? Да. Даже фонтан. Бей. Шшш. Ребята, Алиска обнаружила уток. Походу, просто они вечером, наверное, вылезут. Сейчас жарко очень. Господи, где они? Вон они. И сейчас они просто в тенечке отдыхают. У них еще есть вот такая вот будка, где они... Где она? А, вот она. Где они, походу, живут. Вот это вообще как бы очень неожиданно, на самом деле, видеть в городе. Это, что-то в этом есть прикольное. Просто, просто поезд прошел через город. Ну да, здесь так. Здесь прямо, почти что через центр он. Да. Видали, какое здание? Сейчас Алиска пойдет читать про него что-нибудь. А вот тут такой олень из проволоки. А вон там, вон, девушка стоит. Смотрите, это уличная библиотека, прикиньте. Вот это вот коробчонка там, домишка. Как будто кормушка. Просто берешь книжку и туда кладешь другую какую-нибудь свою книжку, например. А хочешь, просто забираешь книжку. То есть люди просто приносят туда, я так понимаю. Какие-то прочитанные книги, которые им уже не нужны, которые жалко выбрасывать. Садись, отседлай. Добрый ангел мира. Написано Сезидая во имя Великой России. Большой монумент. Очень красивое и высокое сооружение. Голубя, мир. Вот так вот. И вот очередной фонтан. И мы подъезжаем снова к колесу обозрения. Только теперь мы очень близко к нему. Оно реально огромное. Написано, что 52 метра. 48 градусов. Ой, 48 градусов. Но это прямо на солнце. У нас прямо на солнце, ребят, 48 градусов. Вот так вот, знаете. Очередной монумент. Памятник освободителям. Очень много в Краснодаре вот таких вот всяческих памятников. Очень здоровских. И вот мы вернулись обратно в другой парк. Капец. Просто через дорогу перешли. Я бы сказал, что Краснодар очень патриотичный город. Очень. И вот это мне нравится. Короче, ребят, мы уже снова на Красный. И сегодня наконец-то... Господи, кто там по мне ползает? А, не кто это, ремень. Ремень на дробузака. Короче, вы видите хлебные истории, в которые мы давно хотели уже сходить. И, собственно говоря, все. Идем. Попьем чего-нибудь прохладительного. Мы внутри заказали два лимонада, два пирожных разных. И, в общем, ждем пока заказ. Проверяем интернет. Он здесь местный Wi-Fi. 7,3. Надо бы сюда просто с ноутбуком идти. Да. Сколько сейчас на дачу, интересно. Вообще здесь играет Фрэнк Синатра. Сейчас. И сейчас тоже, по-моему. Да, надо было брать. Да, на дачу 2,5. Ну, нормально. Чем было. Можно приходить сюда и заниматься каворкингом, да. Фрэнк Синатра это крутой человек. А я почему-то стараюсь, когда Элвис-эпресси не сразу вспоминаю, когда у нас было фотостудия, да. Да, мы гоняли там. Ну и даже потом... Переменовали. Элвис. Просто Элвис, да. Просто Элвис, да. Да. Ну, вот так здесь внутри. Очень, очень аккуратно, приятно. Тона все такие хлебные, да. На против консерватории. Да. И вот того мужика. На против мужика прям сейчас. Уже не на против мужика. О, на против пацана. А, все, проехал. Не, не на против пацана. На против консерватории. Короче, у нас коктейль Крокаде. Да? Да. Вот такой вот рогалик. Не знаю, чем. А, вот такой вот огуречный коктейль. Между прочим, безумно вкусный. Не смейтесь. Здесь вот огурец. И я не знаю, как он называется. Это тоже хороший из блинов. Да. Видите, сколько стоил. Типа... С творожным, наверное? Да, да, да. Йогуртовым. А, йогуртовым. Да. А тебе будут и руками доесться, да? Ну, я думаю, что ты можешь резать его и кусочками пушить. Рогалик, наверное, вообще-то. Рогалик, это... На свинку кривая. На кого покажешь? Не все, помню. Винка кривая. Нормально. Все, ребят, приятного аппетита. Пейте огуречные коктейли. Не слушайте доктора Попова, пейте огуречные коктейли. Несуете огурцы куда не надо. И все будет хорошо. Сели в машину, а тут такое дело. Всего 10% от влога. Поставил заново. Сейчас что там показывает? 60 минут, 11%. 55 уже. Короче, заново опять приходится закидывать. Ну, он как бы считает еще те проценты, ну и прибавляет. Но уже 12%. Ну, вот пошло дело. Короче, влог выйдет, как всегда, вечером опять. Ладно, ребят, кайфово покатались. Да. Новые места открыли. На карте вот как ГТА еще, знаешь, когда открываешь, как бы там неоткрытые места где-то не было. Надо еще улицы смотреть, чтобы запоминать. Да. Вот. И, в общем, сейчас едем домой. Дома сделаем лимонад. Я теперь хочу лимонад огуречный. Тогда нужно воду просто купить. Да, надо Кубай где-то закупить. Кубай прям литров 20. А где? В магнит заедем. По пути заедем в магнит. В магнит заедем, ребят. Поехали, заезжайте в магнит. Замагниттесь немножко. Ребят, только что, наконец-то, опубликовал влог. Сейчас идет дикая закачка рабочего материала там в интернет. Короче, мы интернет-линию здесь. Насколько она тоненькая. И мы ее забиваем просто на 150% наверное всей мощности. Потому что Алиска сейчас что-то в интернете делает. Ты же в интернете? Да, но я же Алиска. Ну, неважно. Подключен агрегат. Подключен. Подключен. Кстати, смотрю канал Hood Russian. Чувак, вот только что. Вот абсолютно просто YouTube мне порекомендовал его. Я уже переключился на второе видео. Такое как бы, если случается, значит канал я считаю нормальный. Я даже, наверное, ссылочку оставлю. Сейчас видос смотрю. Стрельба рядом с моим домом в Лос-Анджелесе. До этого смотрел, а русский бежит по американскому гетто. Ну, то есть чувак вообще живет в Лос-Анджелесе. Причем в той части, где реально гетто. Где исписанные всяческими баллончиками стены. Банды. Бандитские. Всяческие. Короче, это не красочная Америка. Это та Америка, которая жесткая. Бедная Америка. Но чувак вроде не бедный, я смотрю. Все, друзья, будем ложиться спать. Но перед этим будем смотреть фильм «Совместная поездка». Поездка. Да, про двух чуваков каких-то афроамериканцев, которые... Они оба афроамериканцы? Да я не знаю, я только одного помню. Мы, короче, не смотрели этот фильм. Будем смотреть и завтра о нем расскажем. Сегодня... Вчера родители смотрели этот фильм. Сегодня мы и смотрим. Вчера мы смотрели «Бобро поржаловать». А сегодня они смотрят. Да. Вот. Так что посмотрим, завтра вам расскажем. И у нас традиционно есть к вам вопрос. Ответ, на который вы можете написать под этим видео в комментариях. Только под этим видео. И к среде, например, мы, наверное, зачитаем самые лучшие, самые понравившиеся нам ответы. А вопрос звучит следующим образом. Что именно вы любите в своем городе? То есть, если даже учитывать, что вы ненавидите свой город, но есть ведь стопудово что-то, за что вы его любите. Какое-то место, может быть, не знаю, какой-то праздник. Да все что угодно там. Географическое место, либо там кофейня, не кофейня, ресторан, бар. Все что угодно. Может быть, вам нравится ЖД вокзал вашего города. Ну, кто знает. Короче, пишите про свои города. Да, именно за что вы любите, не за что ненавидите. Так что не путайте. Вот, а мы зачитаем. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok